Дорога в будущее. Сдюшор номер три укрепляет материально-техническую базу. У меня медали есть. Три первых места. Кто поддерживает своих учащихся? Глядя по сторонам. Целью данного мероприятия является профилактика травматизма. В преддверии осенних каникул БЖД и правоохранители проведут совместную акцию. Где нельзя отвлекаться? Игра чувств. В Бобрусске состоится премьера спектакля. Это будет достаточно классическое прочтение. Какую тему затронет постановка? А также виртуальные жулики, высокие показатели и осенние каникулы. В ноябре белорусов ожидают длинные выходные. Когда? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. И я, Дмитрий Овчаренко, смотрите сейчас. Медицинский автопарк. Бобрусская центральная больница пополнила гараж легковыми автомобилями «Джили». С новыми седанами специалисты будут оперативнее обслуживать пациентов, выезжать в районы для проведения необходимых процедур. Люди, которым физически сложно добраться до больницы, могут вызвать врача на дом. В учреждении здравоохранения города Бобруска планово обновляется автопарк. В октябре 2023 года мы приобрели 7 автомобилей медицинской помощи. На этих автомобилях медицинская помощь будет оказываться населению как города Бобруска, так и Бобрусского района. Забор крови, общий анализ ЭКГ, вакцинации. Все это реально сделать на дому. Плюс консультации узких специалистов. Хирург, офтальмолог, невролог и другие. Ежедневно медики выезжают до 15 раз в день. На территории района работают 8 врачей общей практики. Самая частая причина вызова – повышена температура, высокое давление и боли в пояснице. Наша главврач поликлиники и весь коллектив поликлиники оказывают благодарность за то, что нам доверили новую современную машину, благодаря чему мы сможем более качественно и более своевременно оказывать медицинскую помощь населению. Очень поможет мне и моим коллегам, а также младшему медицинскому персоналу для осуществления лабораторной диагностики на дому. Помощь населению в Бобруске оказывают 10 поликлиник, 3 из них детские. Работают 113 общеврачебных команд. Ежедневно кабинет доктора посещает до 35 пациентов. Дети и безопасность. БЖД усилит контроль за соблюдением мер безопасности на объектах железнодорожного транспорта. За 9 месяцев этого года на железной дороге пострадало 68 человек. 52 погибло. Двое из них несовершеннолетние. Основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается игнорирование мер безопасности. Это разговоры по мобильному телефону, прослушивание музыки в наушниках, пребывание в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения. С 19 по 28 октября на территории города Бобруска проходит профилактическая акция «Дети и безопасность». Целью данного мероприятия является профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта среди несовершеннолетних. В данный промежуток времени будут проведены профилактические беседы, а также рейдовые мероприятия. Листовки, тематические уроки, все, чтобы дети и взрослые не забывали об элементарных мерах безопасности. Такие работы ведутся по всей стране регулярно. БЖД призывает граждан быть предельно внимательными, следовать правилам и соблюдать меры безопасности. Только так можно сберечь себя и своих близких. Рост экспорта, дни отдыха и расчет на прибыль. В стране планируют увеличить производство масличных культур. На что делают ставку? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В республике за 9 месяцев этого года промышленное производство выросло более чем на 8%. Объемы продукции предприятий увеличились до 136 миллиардов рублей. Самые большие цифры у обрабатывающей сферы. В отрасли продолжается увеличение финансовых показателей, рост зарплат и занятости, улучшение состояния расчетов по кредитам и займам. Экспорт товара в Челябинскую область вырос более чем на 75%. Наша страна поставляет тракторы, грузовики и комбайны. С Беларусью делятся металлургией и интерактивными системами для детских садов и школ. Также стороны планируют улучшать сотрудничество в сфере строительства. Для комфортного развития бизнеса и туризма между Минском и Российским регионом откроют прямой авиарейс. МВД отметила рост киберпреступлений в отношении беларусов. Показатель вырос более чем в два раза в сравнении с прошлыми годами. Самое распространенное правонарушение – хищение денег с банковских платежных карт. Также увеличилось количество мошеннических действий в социальных сетях и на маркетплейсах. В республике рассчитывают увеличить производство масличных культур. Ставку делают на подсолнечник и рапс. Последний, самый популярный продукт и идет как в регионы, так и на экспорт. Поставляют в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан и арабские страны. Доля внутреннего рынка – 80%. На сегодняшний день в Беларуси намолочено уже без малого 9 тонн зерна с учетом рапса. В ноябре беларусов ожидают длинные выходные. С 4 по 7 число наши соотечественники получат заслуженные дни отдыха. Отработка за 6 ноября переносится на 11-е. В праздничный период БЖД организовало 100 дополнительных рейсов. На внутренних линиях будут следовать 80 поездов по самым востребованным маршрутам. Добудет свет. На пешеходной зоне от Октябрьской до Шмидта устанавливают новые уличные фонари. Работы планируют выполнить до конца года. В городе уже около 98% светодиодных светильников. Это позволяет экономично расходовать электроэнергию. Ежемесячно на эти цели затрачивается около 55 тысяч рублей. В случаях, если освещения в вечернее время недостаточно, то за работу принимаются специалисты Горсвета. Наши специалисты выезжают на объект для определения или неисправности, или недостаточной освещенности. После этого принимается решение о установке дополнительных светильников, ну или увеличении освещенности по замене их. По вопросам неисправности уличных фонарей можно обратиться к специалистам Горсвета по телефону 72 87 18 или в единую диспетчерскую службу по короткому номеру 115. В Бобруск на следующей неделе съедутся спортсмены со всей страны. В городе пройдут республиканские соревнования по вольной борьбе. Те, кто займут первое и второе места, получат разряд. Кандидаты в мастера спорта. Ольга Васенда заехала на тренировки перед важным боем. Кузница спортивных талантов, учащиеся с дюшер номер 3, покоряют вершины вольной борьбы как на мировом, так и на республиканском уровне. В следующую пятницу спортсмены проявят себя в очередных схватках на ковре. Традиционно в комплексе «Спартак» уже в 19-й раз пройдут соревнования по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова. У меня медали есть, три первых места. На соревнованиях я много ездила, получала места некоторые, первое, второе, третье. Сплав молодости, опыта и все, главное, сплав взаимопонимания. В школе подобраны профессионалы, которые каждый знает свое дело и каждый старается на благо школы. Все силы на спорт. Евгений Лукомский, директор детско-юношеской школы, делает все возможное, чтобы преподаватели и учащиеся чувствовали себя на тренировках максимально комфортно. В учреждении постоянно пополняется спортинвентарь. За последний год здесь появились новые борцовские ковры, велотренажер, эллипсоид, беговая дорожка. Это большая необходимость, это не только для борцов важно, это вообще укрепление корсета мышечного, любого человека, в принципе, всех приглашаю заниматься. Для детей удобно тренироваться, в принципе, здесь есть все необходимое, чтобы заниматься спортом и достигать результатов. Сам тоже иногда прихожу. Евгений Лукомский всегда оперативно реагирует и отстаивает интересы не только своих учеников, но и избирателей. Мужчина-депутат Бобруйского гурсовета. Три созыва подряд избранник решает вопросы горожан. Каждому индивидуальный подход, задачи разные, но большинство касаются трудоустройства и жилья. Каждый созыв отличался по-своему. Очень было много обращений, очень было много оказанной помощи. Особенно в последнем созыве мне нравится то, что люди, они начали больше доверять депутатам, начали обращаться. Две семьи обратились ко мне по поводу постройки жилья в седьмом микрорайоне. У них немножко не получалось. Но вот благодаря небольшим таким вот связям они уже проживают второй год. Дальше – больше. При этом спортивная стезя всегда в приоритете государства. В «Сдюшор» номер три развивается несколько направлений. Вольная и греко-римская борьба, дюдо, тэквондо, айкидо. К каждому ребенку особый подход. Занимаются здесь как мальчики, так и девочки. Мотивация у всех одна – стать олимпийским чемпионом. Ольга Васинда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. От замысла к воплощению. В театре драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича готовят примерный спектакль. Накал страстей и вечной вопросы. Трагикомедия «Любовь. Мое право» по одной из самых трогательных пьес Островского «Поздняя любовь» перенесет зрителей в дом Шабловых, где развернется увлекательная история взаимоотношений. Артисты затронут чувственные темы, которые близки людям каждого поколения. Это будет достаточно классическое прочтение, минималистичное решение. Спектакль такой легкий, он по форме очень, ну, действительно облегченный. Я бы сформулировал это такой словом «кружевной». Премьера состоится на сцене областного театра драмы и комедии 27 октября в 6 вечера. Стоимость билетов от 8 до 12 рублей. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!